Наталья Бякова Тренинг направлен на увеличение участия людей с ограниченными возможностями, людей с инвалидностью во всех сферах жизни общества и формирование инклюзивного сознания среди преимущественно студенческого сообщества ЕГУ. Я хочу представить второго тренера. Это Наталья Сусько, студентка колледжа электроники города Минска и модератор Светлана Бякова-Микутель. Спасибо, Наташа, что ты так хорошо всех представила. Ну, я хочу сказать, что чуть-чуть добавить, что действительно большая проблема для школьников, которые передвигаются с помощью инвалидных колясок, выбрать специальности найти вуз, который их примет, чтобы получить специальность какую-то. Особенно специальность желаемую, потому что в Беларуси ограничены очень возможности. И вот Наташа выбрала ЕГУ, потому что дистанционная программа здесь. Наталья учится в колледже электроники, потому что родительская организация, которую представляю я, она называется «Молодежное общественное объединение откровения». Мы лоббировали открытие этого колледжа и был построен корпус. И сейчас одна возможность у наших детей, у всех поголовно колледж электроники. Нравится, не нравится, безбарьерки в городе нет. Хотя заявляются на безбарьерку семь вузов, но, к сожалению, реалии таковы, что ты не можешь перемещаться свободно по учреждению образования. Ну, об инклюзии, наверное, вы что-то знаете об инклюзии? Конечно же, чуть-чуть знаете, да? Ну, мы, наверное, посмотрим небольшой ролик, который сделали члены нашей организации «Семья Стихняк», чтобы было более просто понятно, что же такое инклюзия. Это наша дружная семья. Мы часто оказывались в ситуациях, которые хотим изменить. Мама, мама, инвалид! Смотри, инвалид едет! Это ребенок, с него нет спроса. Но мама не обращает внимания на то, что, не желая никому зла, он своим вопросом делает кому-то больно и тыкать пальцами и кричать некрасиво. Ребенок считает такое поведение нормой, а человек в инвалидной коляске чувствует себя некомфортно. Моя сестренка передвигается с помощью инвалидной коляски, и я всегда переживаю в таких ситуациях за нее. Мне сразу становится больно, и в душе я волнуюсь за то, как воспримет эту ситуацию Юля. Я долго думал, изучал, откуда пошло это разделение на инвалидов и неинвалидов. Очень много лет у нас люди жили с идеологией, что инвалидов нет. Раньше инвалиды находились дома или в интернатах, учились они тоже на дому. Откуда здоровые члены общества могли научиться общению с инвалидами? Когда я была маленькой и ходила в детский садик, я мечтала поиграть с детьми на детской площадке и взобраться на корабль на своей коляске, и чтобы песочница была такая, чтобы утром она была играть в песке. Но такой площадки у меня в садике не было. Потом мы с Юлей пошли в школу, и она всегда мечтала постоять у доски, подписать мелок, но такой возможности у нее не было. После школы я мечтаю стать дизайнером, а сейчас я учусь в художественной школе. И очень люблю рисовать. Обычным людям тяжело представить жизнь инвалида в обществе. Даже слово инвалид, почему оно многих не устраивает, его стараются избегать. Это тоже оттуда из советского прошлого, когда инвалид был стереотипом убогого иждивенца. А в 19 веке инвалид – это заслуженный войн, который получил вечер на войне. Чем слово «инвалид» хуже человека с ограниченными возможностями, если многих они безграничны? Многие инвалиды сейчас ведут активный образ жизни, путешествуют, учатся, посещают театры, проводят флэш-мобы и даже участвуют в показах мод. Живя вместе, каждый раз меняться приходится всем. И самим инвалидам нужно почаще приходить на помощь обычным людям. Ведь люди с инвалидностью лучше знают и понимают, какая помощь им необходима. А барьеры, они в головах у людей, как у здоровых, так и инвалидов. Так давайте все меняться, чтобы жить вместе. Меняться надо всем – обычным людям и инвалидам. Мы все должны научиться понимать друг друга. Я вот мечтаю, чтобы люди радовались, что они различаются. Ведь что у нас интересного? Наши различия. Я рада, что другие, не такие, как я, у меня много увлечений и интересов. А еще я мечтаю покататься на яхте, удерживая парус и направляя его в мощный опоровый ветер. Давайте жить вместе меняется. Субтитры создавал DimaTorzok Этот тренинг мы проводим уже несколько лет. И он пользуется большой популярностью в учреждениях образования общего типа города Минска. Мы открывали когда-то школы, классы интегрированные для колясочников. И наши дети сегодня уже, по крайней мере, кто желает, они могут пойти в интеграцию, обучаться в обычных школах, даже не обязательно в интегрированных. И школа обязана создать условия для таких детей. Ну, наша презентация больше рассчитана для студентов. Мы думали, что большое количество студентов будет. Это, к сожалению, более взрослые люди, поэтому я что-то буду сокращать, наверное. Ну, на самом деле, мы все люди очень похожи. И не зря мы объединены в единый вид homo sapiens. Но мы очень различны в то же время. И по росту, и по группе крови, по чертам лица. И вот разнообразие человеческой популяции обеспечивает стабильность этой популяции. Первый описал и доказал это английский генетик Холдейн. Значит, чем разнообразнее человеческая популяция, тем у нее больше шансов выжить в экстремальных условиях. И получается, что вот это разнообразие происходит за счет наследственной изменчивости. Но вследствие наследственной изменчивости очень часто бывает наследственная патология. И рождаются люди с инвалидностью. Но, к сожалению, так заложено природой. Но английский генетик сделал такой вывод. Следовательно, и люди с психофизическими нарушениями обеспечивают стабильность нашей популяции. Ровно так, как и мы все с вами вместе. Ну, конечно же, вы видели в своей жизни, да, людей с инвалидностью. Возможно, кто-то заботился о таких людях. И знаете, как инвалидность приходит к человеку. Иногда в результате родовой травмы, как это произошло вот в нашем случае. Иногда вследствие тяжелой болезни. Иногда это какое-то генетическое заболевание. Травма в спорте, травма на производстве. И, естественно, о них заботятся родные и близкие, потому что они их любят. Они хотят им помочь. Это наши родные или близкие друзья и знакомые. Ну, а почему государство заботится? Тоже, как бы, понятно, да? Потому что оно должно обеспечить гарантии всем своим гражданам в том случае, если вдруг они потеряют трудоспособность, получат инвалидность. Они должны выплачивать пенсии для того, чтобы люди могли как-то осуществовать в этом мире. И движет в этом направлении, конечно же, совесть и мораль. Вот совесть и мораль, они как раз таки определяют вот эту планку, ниже которой уже уровень отношений просто невозможен. Он будет негуманным. И именно гуманизм движет сообществом в направлении создания условий для людей с инвалидностью. В этих условиях ведь нуждаются не только люди с инвалидностью. У них нуждаются и молодые мамы, которые прогуливают своих детишек на колясках. И пожилые люди, которые ходят при помощи, в принципе, костылей или роляторов, таких специальных ходунов. И у нас вот в республике самая популярная в учреждениях образование, самая популярная система для того, чтобы дети могли получить образование, как-то влиться в коллектив, это интеграция. Но интеграция для нас, для таких детей, она просто не соответствует потребностям и запросам, потому что она, это очень ограниченный метод, потому что он не позволяет раскрыться ребенку, он не позволяет проявить свои способности, нет включенного участия. Такие дети, они просто живут в своем мире. И вот у меня такая схема, она не очень ясна и понятна, что вот они, дети с инвалидностью, они особнячком держатся отдельно в школе, а остальные школьники как бы вокруг. Вот они вот уже рядом, но не вместе, все равно. И эта система совершенно не соответствует потребностям сегодняшнего дня. Ну, мировое сообщество не дремлет, и оно придумало новую вещь, инклюзию. Вот вы видите схемы инклюзии. Инклюзия — это когда есть включенное участие, когда люди, дети, школьники с любой инвалидностью включены в жизнь местного сообщества. Это будет школьное сообщество или сообщество студентов в университете. Инклюзия — это не какое-то такое вдруг изобретение, кого-то осенило и решили делать инклюзию. Это логическое продолжение интеграции. Но инклюзия, инклюзивные отношения, они соответствуют в принципе потребностям, особенно людей с инвалидностью, с охранным интеллектом. Потому что эти люди могут работать, они могут получить образование, и им не нужно стоять и ждать этих пособий от государства, чтобы как-то существовать. Они могут жить полноценной жизнью, если, конечно, государство предоставит им эти возможности. Инклюзия — это развитие опыта существования детей и студентов с различными возможностями в едином социальном пространстве. Конечно же, прежде всего, нужно систему образования менять для того, чтобы в школе была инклюзия. Или, например, в ВУЗе, чтобы состоялась инклюзия. И учитывать возможности каждого школьника или каждого студента. Интеграция, она как бы школьника-студента причесывает под свою систему. А инклюзия, она дает возможность развиться в том направлении, в котором есть таланты у студента или школьника. Есть хорошие принципы инклюзии. Я у Малафеева взяла их на российском сайте. Не все я здесь представляю, но вот этих пять принципов — это просто нужны как воздух для того, чтобы инклюзия как-то продвигалась. Социальная модель понимания инвалидности. В основе восприятия лежит не диагноз, а возможность человека. Сегодня у нас в Беларуси придерживаются медицинской модели инвалидности. Образ жизни — это инвалидность или не образ жизни этого человека просто пытаются лечить. Но как его можно вылечить, если не лечится? Если, например, детский церебральный паралич, он не лечится. Человек просто приспосабливается жить в этом обществе и выживать. Второй принцип — поддержка разнообразия принципа индивидуального подхода. Он говорит о том, что нужно принять индивидуальность каждого отдельно взятого ребенка, студента с инвалидностью. Не подводить его под что-то среднестатистическое. Принцип универсального дизайна. Это мой любимый принцип, потому что у меня мой ребенок на коляске. И с самых первых дней мы испытывали очень большие трудности с перемещением. Пока ребенок маленький, посадил на бедро и пошел с ним. Но когда подрастает и нужно пользоваться уже коляской, сразу же бросаются в глаза и те бордюры, которые не приспособлены. И иногда ты можешь просто выйти из своей квартиры, но дальше ты никуда не попадешь. У нас в Минске на некоторых станциях метро можно на лифте спуститься, попасть на станцию. Но если ты куда-то проедешь, там, наверное, у нас три станции только такие, значит, ты можешь от станции одной к двум еще станциям проехать и выйти. Но по городу ты перемещаться даже при помощи метро не можешь. У нас сейчас новые аппараты гусеничные. Но каламберы. Я не знаю, как они называются, но я не знаю. И мы пользовались таким каламбером. Значит, каламбер, как бы, при неимении ничего лучшего, да, когда нет безбарьерной среды действительно лифтов, он, как бы, иногда спасает ситуацию. Но у нас был центр образовательный в одном государственном учреждении и сделала подарок это учреждение. Это центр коррекционный города Минска. Купили каламбер. Но, чтобы каламбером пользоваться, нужен обученный человек. Нужно следить за подзарядкой аккумулятора постоянно. Нужно прилагать физическую силу, потому что ребенка надо пересадить из этого кресла в то кресло, которое приспособлено к каламберу. Там сто, сто просто условий разных, иногда просто невыполнимых. Поэтому... Там же только каламбер и километров, и он же на его просто машину с инвалидным возложением. Это подъемник. Ну, мам, если бы, я не знаю, что это подъемники станции. Конечно, подъемники есть, но не на каждой далеко станции. Не на каждой станции есть подъемники. И в учреждениях тоже нет подъемников. Например, ЦИК РО областной Минской области. Он вообще не имеет ни... Там не сделали лифт и не выделили деньги на подъемник. И поэтому они проводят там различные семинары, но они не обслуживают территориально своих детей. Потому что мама с ребенком, который нуждается в коррекции, она просто не может туда попасть. Ей нужно либо с папой приходить, чтобы он на коляске ребенка поднимал, либо самой накачивать бицепсы. Вот. Принцип универсального дизайна. Вообще, это очень хороший принцип, потому что он предполагает подстраивание всей среды под нужды всего общества. И колясочника. Я, как говорила, уже там пожилого человека и молодой мамы, которая прогуливает ребенка в коляске. И не ущемляет интересы ничьи. Потому что этой средой можно пользоваться всем. Но если это безбарьерная среда городская, но этот принцип должен работать и в самом учреждении. Даже в этой аудитории, например. Это значит неострые углы. Это значит без порожков, въезд или адаптеры. Ну, много очень можно об этом рассказывать. Потому что мы консультируем безбарьерную среду в учреждениях, которые ее делают. И непонимание, абсолютное непонимание. И недавно мы были в ООН. Заместителями министров труда и соцзащиты, строительства. И даже заместитель министра говорит, что во всех СНИПах заложено. И все прорабы знают. Но почему это не выполняется, никто не знает. Ну, потому что при ней находятся люди, которые принимают все-таки дом без безбарьерной среды. Или не по ГОСТам. И пока, конечно, порядок наведется, прежде всего страдают наши дети. Некоторые так и, наверное, не дождутся этой безбарьерной среды. Уже станут совсем взрослыми. И им придется уже самим осваивать потихонечку эту новую безбарьерную среду. Принцип поддержки коммуникации между всеми участниками. Ну вот, предполагает ничего для нас без нас. В школах, когда только... Сначала мы открывали начальные классы для таких детей. Открыли два класса. И показали нашему государству, что мы, эти дети могут учиться, что у них хороший интеллект, они талантливы. Они рисуют, они сочиняют стихи. Они уже в первом классе владели английским языком. И, в принципе, если бы без нас, без родителей, без детей не делали, не создавали условия для них, было бы, наверное, менее затратно все. Но когда приходишь в школу, где уже поручни почему-то слишком низко или слишком высоко протянуты, и разные другие нюансы, приходится все переделывать. Поэтому вот такой лозунг этого принципа. Ну и презумпция компетентности. Никто не обязан соответствовать чьим-то стандартам, чтобы его признали нормальным. И у каждого из людей и детей есть свои таланты и возможности. Нужно просто дать, организовать такую среду, чтобы они раскрылись. Я не буду, ну если хотите, могу подробно, конечно, об этих принципах. Но я не ко всем корсу рассказала, а делала просто презентацию для специалистов школы, и они попросили подробненько-подробненько для них сделать. Ну, я думаю, что сейчас Наталья Бякова расскажет, что же для нее есть инклюзия, расскажет нам о себе. Да, в данный момент я являюсь студенткой Европейского гуманитарного университета. Чтобы понять, что инвалидность — это не обделенность с судьбой, а определенный образ жизни, расскажу о себе и о других людях с инвалидностью. ДЦП — это, как правило, родовая травма, характеризующаяся нарушением двигательной активности и нарастающей спастикой. Инвалидность необходимо рассматривать не через медицинскую концепцию, то есть не лечить то, что неизлечимо, а создавать условия для того, чтобы люди, отличающиеся чем-то от здоровых людей, люди с ограниченными возможностями, имели равные возможности с другими. Ну, вот, например, расскажи, ты говоришь, что инвалидность, ну, не через медицинскую концепцию, через социальную, да? Так вот, просто нужно рассказать, наверное, как вот о своей жизни, да, как твой день проходит, чтобы вы поняли, что действительно не надо лечить, а надо... Я каждый день занимаюсь физической реабилитацией, то есть это плавание, ипотерапия, занятие лечебной физкультурой, специальная гимнастика. Это необходимо мне для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Не коляска создает мне ограничение жизнедеятельности, а отсутствие условий, созданных, либо не созданных обществом, для людей с ограниченными возможностями. Специальные условия позволят иметь людям с ограниченными возможностями равные возможности с другими. То есть я могу вот немножко рассказать о себе. Инклюзия для меня — это когда я могу выбрать тот вуз, который хотела бы выбрать я сама, ту специальность, а не тот, который определила мне медицинская экспертно-реабилитационная комиссия. Это когда я могу войти в кинотеатр, как все, через центральный вход, а не через черный. Это когда я могу попасть в клуб на концерт любимой певицы, и при этом мне не скажут в клубе, что они не могут обеспечить мою безопасность в связи с тем, что я на коляске. И в связи с этим я не могу попасть в клуб. Равные возможности с другими обеспечат возможность для людей с ограниченными возможностями получить образование, получить в дальнейшем работу и наравне участвовать в этой жизни с другими людьми и приносить пользу обществу. Спасибо, Наташа. Ну, то есть, чтобы реализоваться, надо осуществить свой выбор. И действительно, для любого человека выбор — это очень важно. И важно его сделать самому, а не из того, что тебе предлагают. Потому что сразу ограничивают твои возможности, и ты действительно… Ну, то есть, вся жизнь уже твоя будет происходить не так, как ты хочешь. Вот такое… Я сейчас вас буду конфетами угощать. Вот такое упражнение, простое упражнение, оно как бы говорит о важности выбора. О важности выбора. Вот я вам даю скорейку. Угощайтесь. Угощайтесь. У вас мало, я всех угощу. Ну, казалось бы, вот такое простое упражнение, да, но оно очень работает здорово в школе, когда каждый ребенок сразу понимает, ну, не хотел он эту скрепку, для чего она ему. Конечно, он хотел насосать леденец, но за него я сделала выбор и дала ему просто скрепку. И вот в деле это слова хорошие. Человек по-настоящему становится человеком только в момент принятия решения. То есть тогда, когда он делает сам свой выбор. Наташа продолжит сейчас. Я хотела бы рассказать о знаменитых людях с инвалидностью. Вы видите слева вверху фото Франклина Долано Розвельта, который в 1933 году стал... В 1933 году стал 32-м президентом США и избирался на этот срок четырежды. И его инвалидность не помешала ему это сделать. Травма его была получена в результате купания в холодной воде на яхте. Ему был поставлен после этого диагноз полиэмилит, в него отказали ноги. Внизу вы видите фото знаменитого современного ученого Стивена Хоукинга, который стал всемирно известным ученым-физиком. Он сделал множество важных для науки и всего человечества открытий. У него на теле в данный момент... У него прогрессирующее заболевание, и в данный момент у него на теле работает лишь одна мышца лица, с помощью которой он управляет электронным переводчиком, который также смастерил ему один из его студентов. И таким образом общается со студентами и преподает. А также Стивен Хоукинг был включен в команду, которая в скором времени будет исследовать Марс. Также наш с вами современник Барто Шостоловский, профессиональный польский дрифтер, гонщик, который в страшной аварии в 2006 году потерял обе руки и сейчас продолжает карьеру профессионального гонщика, управляя своим Ниссаном уже ногами. И в данный момент он борется за кубок Польши. И, наверное, самый такой человек, который находится сейчас на слуху у нас всех, это американский протестантский христианский проповедник Ник Вуйчич, который родился с синдромом тетраамелии. Это наследственное заболевание, приводящее к отсутствию четырех конечностей. Но этот недуг не помешал Нику научиться жить со своим недостатком, делиться опытом полноценной жизни людей с инвалидностью, с обычными людьми и вселять веру и надежду на лучшее в тех, кто ее потерял. Также хочу сказать, что Ник в 2010 году женился на абсолютно здоровой девушке. Также у него родился первый абсолютно здоровый сын. А 8 августа 2015 года, несмотря на то, что этот синдром считается наследственным, родился второй абсолютно здоровый ребенок. Кому интересно, 15 апреля 2016 года Ник выступает в Минской арене в Минске? Приобретайте билеты. Реклама такая. Мы уже купили. Ну а дальше нам Наталья Сусько расскажет о конвенции по правам инвалидов. Ну начать я хотела бы с того, что наш мир уникален своим разнообразием и каждый человек представляет собой ценность как неповторимый индивид со своими талантами и своими способностями. Я держу в руках книжечку. Вот. Это конвенция о правах инвалидов. Она... Инклюзия. Она в 2006 году, эта конвенция вышла, в 2006 году. И, конечно, под эгидой Организации Объединенных Наций. Но, Наташа, я чуть-чуть, да, поговорю. Но, к сожалению, нашей страной она ратифицирована вот совсем недавно. Мы так ждали, так боролись за то, чтобы ее приняли у нас. Но Наташа, она сейчас расскажет, да, вот этот путь тяжелый, который прошла конвенция в Беларуси. Да, она построена на новой ведущей идее гармоничного взаимодействия людей с инвалидностью и общества, то есть инклюзии. А сама по себе инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех граждан в обществе и, в первую очередь, людей с инвалидностью. Вот, конвенция была одобрена 13 декабря 2006 года, и ее цель заключается в защите поощрения и обеспечения полного и равного существования всеми инвалидами своих прав и основных свобод. Причем конвенция никак не ущемляет права обычных граждан, никак, и не расширяет права или какие-то льготы и дает инвалидам. Абсолютно нет. Просто утверждает инвалидов в человеческих правах. Да, и в конвенцию также включены положения об инклюзивном образовании. А сейчас хотелось бы побольше рассказать о ее принципах. Это, во-первых, уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости, также недискриминация, полное и эффективное вовлечение и включение в общество, уважение особенностей инвалидов и их принятия в качестве компонента людского многообразия и части человечества, также равенство возможностей и доступности, равенство мужчин и женщин, уважение развивающихся способностей детей-инвалидов, это при уважении права детей-инвалидов, это при принятии инвалидов или индивидуальность? Казалось бы, такие простые вещи, да, но, к сожалению, у нас в стране это работает с таким трудом и продвигается тоже очень тяжело. Вот наша организация с 2012 года реализует инклюзивные проекты, полностью перешли уже, мы интеграцию закончили, у нас государство ее забрало просто, и как проект, и как идею нашу, потому что, в принципе, действительно, когда-то должно заниматься этим было государство, но мы перешли на инклюзивные проекты, и действительно, сегодня обществу нужна инклюзия, и нашему обществу, как никому, нужна вот эта конвенция о правах инвалидов. Но Наташа нам расскажет, какая ситуация у нас, да? Вот на этом слайде вы можете видеть состояние на сегодняшний день, то есть количество стран, находящихся на разных этапах присоединения к конвенции. Для нашей страны первым шагом к подписанию конвенции явился указ президента 24 сентября 2015 года о подписании Республики Беларусь к конвенции о правах инвалидов. А уже 28 сентября 2015 года президент подписал конвенцию в Нью-Йорке, и она прошла международную ратификацию. Конвенция, она вообще несет на инновационное понимание проблемы инвалидности, то есть проблемы доступа к правам человека для людей с разными формами инвалидности. И важным принципом является конкретизация ряда прав человека, исходя именно из проблем инвалидности. И это свойство, оно уже заложено в основу социальной защиты. И также важным принципом является защита людей с инвалидностью от любой дискриминации. Ну и как сказала Наташа, все принципы конвенции, все принципы инклюзии вошли в конвенцию. То есть конвенция родилась на принципах инклюзии. А в конвенции инвалидность, она трактуется как результат взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими исследовательными барьерами, которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Ну а внизу вы можете видеть некоторые знаки, которые, как я думаю, должен знать каждый человек, чтобы не ущемлять права других и при желании помочь им. Знаков было больше, но уже очень многие их учили, мы немножко их удалили. Ну я пару слов скажу о нашей общей работе в общественном объединении. Уже сказала, что с 2012 года мы перешли на инклюзивные проекты. Что же это за проекты? Это проекты, формирующие инклюзивное сознание в нашем сообществе. Мы решили, что надо делать какие-то масштабные мероприятия, освещать их в прессе и по телевизору, чтобы люди видели, хотя бы образовывались и понимали, что же такое человек с инвалидностью, что же такое интеграция, инклюзия. Мы проводим выставки, всевозможные выставки. И совсем недавно мы участвовали в поезде «Экспресс-Он». Ездили тоже по городам. Мы, к сожалению, не могли ехать с поездом, потому что там не обеспечена была среда. Мы ездили за своих машин и за поездом. Но тем не менее нам удалось провести тренинг в Бресте и в Витебске и выставить выставку. И вот наши молодые художницы, девочки из Тихняк, у нас много талантливых детей в организации, но вот две девочки, они представляли выставку и работали гидами на выставке. И это очень такой опыт хороший был для нас. Но, во-первых, честно говоря, это как бы даже наш статус подняло. Все-таки он пригласил нас поучаствовать в таком масштабном проекте. И наши дети тоже растут. Когда-то они были еще совсем маленькими. Я включила их в проект Международного детского фонда «Лидерство без ограничений». Сегодня уже девочки выросли и могут сами тренинги проводить. И так многие дети у нас в нашем объединении. Когда мы открывали классы, мы набирали детей, которые могут обучаться, потому что там упор был на сохранный интеллект. И в основном в организации дети с детским церебральным параличом. Но, соответственно, отсюда и программы тоже реализуем для этих детей, чтобы продвигать их. Вот прошел такой проект, он назывался «Серебряное колесо», где наши дети себя попробовали в качестве моделей. Это такой был экспромт. И когда мы начали это реализовывать, нам так хотелось, а потом мы так напугались. Дети боялись выйти перед публикой. А вдруг не так что-то сделаем? А вдруг нас не поймут? Вдруг не одобрят? Вдруг вообще там... В общем, оказалось, что... Обществу интересно, как живут люди с инвалидностью. Особенно интересно, как же развиваются и на что способны дети с инвалидностью. И наши дети обучались в профессиональной школе модели... Как она называется? КИКС-Подиум. КИКС-Подиум, да. КИКС-Подиум. КИКС-Подиум, да. КИКС-Подиум, да. КИКС-Подиум. И после этого... И после этого была такая премьера, на которую мы пригласили совет министров, Мингоры с полком. Было очень много представителей государственных структур. И когда мы стали разговаривать с нашими детьми и детьми из КИКС-Подиума, то на удивление дети сказали, что им было очень интересно прикоснуться к иным граням жизни. Потому что они не имеют такого опыта общения, например, с детьми с инвалидностью. А некоторые дети вообще впервые видели ребенка с инвалидностью. Ну а наши дети смогли проявить свои способности и показать свои таланты, и тоже, как бы, поднять свой статус. Также проводим различные мастер-классы. У нас есть школа танцевальная ДАР. Наших детей обучает профессиональная танцовщица Анна Корчакова. Она многократный лауреат... Она пятикратная чемпионка мира и Европы по танцам на колясках. Вот. И мы так рады, что заполучили ее в свою организацию, потому что она действительно, будучи человеком на коляске, она понимает всю механику, и она обучает детей. И вот сейчас совсем недавно они заняли первое место на московском конкурсе. И к нам приезжала группа из Филадельфии по хип-хопу. И наши дети вот вместе с ними буквально за 40 минут выучили танец, и уже, пожалуйста, танцевали вместе. Ну и вот я говорила о таких масштабных мероприятиях, участвуют в различных конкурсах, но больше всего мы любим флэш-мобы, которые проводим мы в нашем парке Горького. Ко дню защиты детей, это в июне, к первому июня. И собираем большое количество, 300-400 человек. Тематика каждый раз разная, но всегда много детей. У нас уже имеются друзья, целые танцевальные детские студии. Поэтому собирается очень много детей, все танцуют, танцуют их родители. И нам очень приятно, что другие люди интересуются жизнью людей с инвалидностью. Это такие ключевые слова, которые мы должны были сегодня усвоить, запомнить. Инклюзия, принципы инклюзии, выбор, универсальный дизайн, инвалидность, конвенция. Но вы педагоги многие, я знаю, что вы это знаете. И надеюсь, что вместе будем шагать в сторону инклюзии. Нам очень хочется, чтобы ЕГУ тоже стал безбарьерным университетом. Мы знаем, что в сентябре откроется уже новый реставрированный корпус. Очень ждем. И возможно, нашим новым детям, которые передвигаются на колясках или являются опорниками. Возможно, они найдут здесь свою специальность, поступят в ЕГУ. Очень надеемся на это. Потому что Наташа, она очень довольна, что здесь учится. Наташа колледж заканчивает. Тоже, я думаю, дальше пойдет учиться. Так что, спасибо вам всем за внимание. На этом мы заканчиваем свой тренинг. Спасибо большое. Спасибо, что пришли.